Данная видеозапись продолжает серию видеоуроков, посвященных open-source проектам, позволяющих работать с геоинформационными системами в вебе. В данной записи будет рассмотрена работа с геосервером и с яус-криптовой библиотекой OpenLayers.js версии 3. Итак, для начала познакомимся с геосервером, то есть это сервер, который позволяет хранить и производить какие-либо операции над геопространственными объектами в вебе. Как я уже сказал, геосервер — это бесплатный продукт, он свободно скачивается с данной ссылки, все будет под видеозаписью. Итак, после скачивания под вашу операционную систему, в данном случае я скачивал под Windows, вы его запускаете с помощью BAT-файла, который расположен в следующей директории, геосервер, BIN и, собственно, два файла — startup и shutdown. Соответственно, с помощью startup мы его запускаем. Ждем, когда он запустится. Итак, мы видим перед собой надпись started. Собственно, он запустился. И теперь мы можем написать localhost, порт 8080, и слэш геосервер отправит нас на стартовую страницу геосервера, где мы можем ввести имя пользователя, пароль, который мы сгенерили при установке. Входим. Итак, давайте обозначим задачу, которую мы сделаем. Сейчас мы рассмотрим, как опубликовать shapefile на геосервере, а затем соберем веб-приложение с помощью библиотеки openlayer.js версии 3, которая отобразит данный shapefile сначала как изображение, то есть как картинку, а затем как векторное изображение, то есть уже как векторную графику. Итак, чтобы опубликовать слой, мы изначально сохранили shapefile в следующей директории. Геосервер, data.dir, data. Здесь мы создали папку сами, назвали его forVideo, и сюда мы положили shapefile. Этот shapefile представляет собой нулевое административное территориальное отделение Австралии. Всего здесь один объект, то есть одна строка и множество полей. Файл называется Australia.nih.slash.lesson. Итак, чтобы его опубликовать, рассмотрим следующий способ. Заходим в хранилище и добавляем новое хранилище. Выбираем, какой тип данных будет использован. У нас векторные данные, это shapefile, собственно, его и выбираем. Выбираем рабочую область. Я ее оставлю по умолчанию. Наименование источника данных. Будет он называться так же. Затем я выбираю сам shapefile. Задаю ему кодировку. Стандартную UTF-8. И нажимаю сохранить. Затем необходимо нажать опубликовать. Здесь мы видим название слоя. Ключевые слова, аннотации можем написать. Но все это я не буду делать. И затем надо вписать проекцию. Зададим стандартную проекцию. В EGS-84. Выбрали. Затем выбираем базовый охват. То есть границы на карте X и Y. Можно нажать просто вычислить из родного охвата. И все заполнится автоматически. Здесь мы видим поля, которые мы уже видели в арк-каталоге. Ну и можем нажать сохранить. Вот у нас появился наш слой. Australia Lesson. Нажав на него, мы опять попадаем в это меню. И можем отредактировать то, что мы уже заполняли. При выборе вкладки «Публикация» мы можем задать стиль для данного слоя. То есть по умолчанию он сейчас выбранный стиль полигон. То есть это серая заливка с черным контуром. Мы можем выбрать какие-то другие слои. Но пока по умолчанию мы оставим этот. Также можем еще заполнить некоторые параметры. Ну и соответственно, другие вкладки сейчас для данной задачи нам не важны. Давайте сделаем свой стиль. То есть я хочу, чтобы это был не серый полигон, а скажем красный. Для этого я хочу создать свой собственный стиль. И нажав «Управление стилями», выбрав изначальный стиль с серой заливкой, я копирую полностью код. Нажимаю «Назад». И нажимаю «Добавить новый стиль». В окно Style Editor я вставляю данный код. И здесь мне, соответственно, просто необходимо поменять цвета. Пусть это будет желтый полигон. А цвет границы будет фиолетовый. Ну и толщина границы останется единицей. Добавляем название. Название у меня будет «Style Lesson». И в пункте «Рабочая область» выберем ту рабочую область, где сохранен наш слой. Нажимаем «Apply». И заходим обратно в «Слои». Выбираем наш слой. Заходим во вкладку «Публикация». И здесь мы можем выбрать наш опубликованный стиль. То есть, как мы видим, это желтая заливка с фиолетовой границей. Но также можно добавить какие-то дополнительные стили. Пусть будет полигон в качестве дополнительных стилей. Нажимаем «Сохранить». И теперь в пункте меню «Просмотр слоев» мы можем посмотреть наш слой как раз с помощью библиотеки OpenLayers в том числе. Также мы можем посмотреть его или скачать в других различных форматах. Ну вот мы его открыли с помощью OpenLayers. Можем посмотреть код, нажав Ctrl-U. И здесь мы видим заготовку для нашего приложения, которое мы сейчас соберем для отображения данного слоя в виде WMS, то есть в виде Map-сервиса. Для этого мы создаем приложение с помощью библиотеки OpenLayers. Вот ссылка на нее. Естественно, она будет под видеозаписью. Ну, во-первых, нам необходимо скачать ее. Собственно, я это уже сделал. Код, как мы видим, не особо сложный. Ну, собственно, стандартные импорты CSS и JS библиотек. Здесь мы видим, что локально подключается библиотека OpenLayers. Глобальный объект у меня обозначается как OL. То есть вы можете также встретить OpenLayers как обозначение. Но здесь он будет обозначаться как OL. Итак, давайте рассмотрим, как обычно, HTML сначала. То есть это единственный дифф с ID, MapID. Его CSS, то есть ширина, высота по максимуму и отступ 0. То есть он будет занимать полностью весь экран, этот дифф. Дальше в этот дифф нам необходимо вписать карту, на которой будет наше изображение. Итак, мы создали объект Layer.VMS, OL.Layer.Image и скопировали конструктор из приложения, которое мы уже открывали. Теперь данный слой, данное изображение нужно добавить на карту. Как создается карта? Карта — это объект OpenLayers.map. Соответственно, в свойстве Target указывается ID Diva, в который мы вложим эту карту. И в свойство Layers передается список из слоев, которые мы хотим отобразить на данной карте. Во-первых, мы отобразим тайловый слой. То есть это OL.Layer.Tile. И источником будет OSM. Ну и вторым слоем как раз является наш Layer.VMS, то есть наше отображение. И затем следующим свойством является свойство View, которое указывает изначальные параметры карты. То есть Zoom, Center, все как обычно. Здесь мы изменим слой на наш слой, который мы создали. И запустим наш файл. Собственно, вот он. То есть все сработало без ошибок. Как мы видим, в консоли ничего не отобразилось. То есть отображение слоев как изображений, как мэп-сервиса не составляет никакой сложности. Теперь попробуем отобразить тот же самый слой, только в качестве фичи сервиса. Для этого было создано другое приложение. Вот мы в него перешли. Итак, перед тем, как разбирать уже сам JavaScript файл нашего приложения для отображения фичи сервиса, остановимся на том, что чтобы получить данные с фичи сервиса, то есть с нашего геосервера, нам необходимо из приложения перейти по ссылке, которая начинается с localhost и порта 8080. То есть если мы будем переходить по данной ссылке из веб-браузера, то, естественно, все будет нормально. То есть вот мы ее копируем, заходим в браузер, вставляем, и у нас отображается наш GeoJSON, то есть вот фичи коллекшн и координаты нашего будущего полигона. Однако, если мы запускаем это приложение локально, то есть из папки, вот оно, наше приложение. Сейчас мы все объясним, где оно находится. То есть если мы его запускаем отсюда, то мы видим кросс-доменную ошибку. То есть мы не можем зайти на другой домен и получить оттуда данные с помощью JavaScript. Поэтому нам необходимо использовать сервер для решения данной задачи. А именно мы будем использовать Apache. То есть вот мы заходим на ссылку, скачиваем отсюда абсолютно бесплатно Apache Long для нашей операционной системы. У меня он был скачен для Windows. Дальше мы просто разархивируем архив в какую-либо директорию. У меня в данном случае разархивировано на диск C папку Apache 2.4. И мы можем его отсюда запускать из директории BIN, запустив приложение HTTP. То есть что мы делаем? Мы заходим в командную строку, пишем changedir. И запускаем данный файл. Соответственно, если никаких ошибок не возникло, то при переходе по ссылке localhost или localhost.port80 Отметим, что на порте 80.80 крутится GeoServer. А на порте 80 сейчас у нас крутится Apache Server. То есть мы получаем вот такую страницу ItWorks. Откуда она берется? Она берется из директории диск C Apache 24 и дальше идет папка htdocs. Вот здесь лежит файл index.html. Мы его можем открыть и как раз увидеть ту надпись, ту html страницу, которую мы только что видели в вебе. Соответственно, в данную директорию мы будем класть наше приложение, чтобы его запустить. И запускать мы будем его, естественно, не дважды кликнув на html файл, а прописав localhost и слэш geoserver.layer.html, потому что приложение называется geoserver.layer.html. Итак, давайте теперь попробуем запустить его отсюда. Мы его запускаем, заходим в консоль и опять видим ту же самую кросс-доменную ошибку. То есть опять мы не можем получить данные с другого домена. Что это значит? Это значит, что мы не можем перейти по ссылке, которая начинается с названия другого домена. То есть мы должны переходить по ссылке localhost или localhost 80, то есть порт 80. То есть вот это родной домен того приложения, которое мы запускаем. То есть ошибки возникнуть не должно. Но сейчас на данной ссылке у нас ничего нет. То есть если мы ее скопируем и вставим, то логично, что поскольку папки geoserver и соответственно файла OVS у нас там нет, то ничего не произойдет, будет ошибка. Естественно. То есть вот такого URL не найдено в данной папке. То есть здесь нет папки geoserver и дальнейшего пути, который прописан в этой ссылке. Поэтому что мы должны сделать? Мы должны настроить наш Apache сервер таким образом, что когда он получает запрос, начинающийся с geoserver, он должен переходить по другому адресу. То есть по сути это прокси. Итак, где же это все прописать? Мы заходим в Apache 24, папка conf и здесь есть файл httpd.conf. Мы его открываем с помощью notepad и настраиваем прокси следующим образом. То есть мы в конец файла добавляем кусок кода, в котором плюс-минус понятно, что при переходе по ссылке, начинающейся с geoserver, то есть вот перед слушанием стоит там наш localhost, localhost port 80, а если дальше идет запрос slash geoserver, в таком случае перейди вот по такой ссылке, http localhost 8080, то есть это ссылка на порт, где крутится наш geoserver, а не Apache сервер, и дальше, соответственно, запрос будет таким же, каким он является после фразы geoserver. То есть вот теперь, если мы это сохраняем и изменим, а точнее раскомментируем строчки номер 139, 140 и 148, которые позволяют нам работать с прокси, то есть если эти строчки останутся закомментированы, просто не запустится Apache сервер или он запустится с ошибкой, то есть вот эти данные строчки не будут работать. Поэтому мы раскомментируем те строки, и в нашем файле мы уже можем запускать вот такой вот запрос по данной ссылке. То есть localhost и после localhost стоит вот этот как раз ключевой запрос geoserver, который скажет Apache серверу, что надо перейти по ссылке localhost, port 8080, geoserver, и дальше будет указана вся дальнейшая ссылка, в которой мы, собственно, видим, что сервис в fs, то есть фича сервис, request get feature, то есть мы получаем все наши объекты, название нашего слоя в атрибуте type name и output format application.json, то есть мы получим как раз наш JSON, там geojson. Ну и после того, как мы все поменяли, мы перезапускаем Apache сервер, то есть нажимаем здесь Ctrl-C и еще раз запускаем данный exe файл. И теперь мы проверим сначала в браузере эту ссылку, то есть вот смотрите, у нас опять написано localhost geoserver, то есть здесь не появилась папки geoserver, по-прежнему мы запускаем сервер Apache и пишем geoserver сразу, но здесь у нас geoserver нет, то есть он должен понять, что он должен перейти по другой ссылке, то есть по другому домену localhost 8080. Ну вот мы его запустим, и мы видим, что у нас отображается наш JSON, то есть наши координаты. Ну и давайте посмотрим, а в приложении будет ли работать данная ссылка, то есть не будет ли у нас кросс-доменной ошибки. Запускаем и, как мы видим, ошибки пока не возникает, то есть он подгружает данный ресурс, поскольку координат там очень много, и вот он его подгрузил. Все, то есть мы разобрались, как использовать прокси на Apache сервере, то есть какие настройки нам необходимо изменить. Также отметим следующий интересный момент, ну просто к слову его отметим, что если мы изменим строчку 259, добавив опцию exec CGI и далее мы добавим в строчку 428.py, то станет возможным запускать питоновские скрипты в вебе. То есть как это мы проверим? Вот мы это изменили, файлы httpd.conf, и положим файл test.py, сейчас мы его откроем в Apache 24 htdocs, собственно где у нас лежит и наше приложение. Вот мы его открыли с помощью notepad. В первой строчке в данном файле идет путь к питону 2.7 на нашем компьютере. То есть путь начинается от диска C, то есть мы пишем решетка, восклицательный знак и дальше слэш python 2.7, то есть C мы не пишем, мы пишем сразу путь, то есть слэш python 2.7, слэш argis 10.2, слэш python. То есть чтобы было понятно, вот у меня логальный диск C, python 2.7, argis 10.2 и здесь у нас питон. Ну и дальше просто идут принты, которые выводят html-раскладку. Ну соответственно на странице должно быть написано test page, как мы видим. И давайте запустим это из веба, то есть запустим файл test.py. И как мы видим у нас отобразилась та html-страница, которую создал питон. То есть к слову мы можем запускать питоновские скрипты с помощью Apache сервера в вебе. Ну теперь продолжим рассмотрение самого приложения, которое написано на JavaScript с помощью OpenLayers для отображения векторного слоя, то есть фичи сервиса. Давайте сначала закомментируем все, что нам не нужно, все, что мы в дальнейшем будем рассматривать. Итак, после того, как мы закомментировали пока что ненужные строки, быстро посмотрим на данное приложение, то есть на html-структуру опять один единственный div с id mapid, css такой же. И теперь мы смотрим. Мы создаем уже векторный слой с помощью конструктора olr-vector, в который мы подаем название, и в качестве источника уже используется конструктор ol-source-vector, где подается URL. Вот, собственно, данная URL. А дальше все понятно, то есть с данного URL-а приходит формат JSON, и он обрабатывается как geojson, собственно, в этом формате он и приходит. Ну и стиль создается с помощью конструкторов ol-style-style, в котором указывается заливка объекта ol-style-fill, где цвет у нас, как мы видим, будет красноватый с непрозрачностью 0.2, и границей ol-style-stroke с чуть более красным цветом, с шириной 1.25. Ну и затем все это добавляется на карту. Но это мы уже видели в предыдущем приложении oil-map. Оставился тот же самый тайловый слой osm, и добавился векторный слой, который мы создавали. Ну и view осталось тем же самым. Итак, мы разобрались, как отображать векторные данные. Теперь поработаем немножко более углубленно с библиотекой OpenLayers в версии 3. Итак, я хочу, чтобы при нажатии на объект всплывало pop-up window, то есть окно со справкой. Что для этого надо сделать? Итак, раскомментировали код. Сначала посмотрим, как будет выглядеть готовое приложение. У нас появляется возможность нажать на объект. Он выделяется, то есть отображается с помощью другого стиля. И появляется всплывающее окно с информацией из атрибутивной таблицы данного слоя. Собственно, мы можем закрыть отдельно окно, а при нажатии мимо объекта у нас он перестает выделяться. Также, если окно было открыто, то при нажатии мимо окна оно скрывается. Итак, посмотрим, как это выглядит в коде. Наше окно представляет собой overlay, то есть что-то поверх карты. И для этого мы создаем отдельную HTML структуру. Мы создаем pop-up с idpopup и класс olpopup, в котором есть содержание, то есть это отдельный дифф с idpopupcontent. И также есть значок закрытия данного окна, то есть тег а с idpopupclosure. Сочетаем сначала все эти элементы в соответствующие переменные. Container, Content и Closure. Затем создаем overlay и засовываем его в контейнер. То есть сейчас это просто пустой overlay. Добавляем этот overlay к карте при помощи свойства overlays. И на вход подается список из overlay. Ну, в данном случае он один. Затем мы создаем переменную select click, которая представляет собой объект взаимосвязи с картой, а именно выборкой объектов. То есть если мы попадаем в слой, то он выбирается. И соответственно подсвечивается другим отображением. Дальше мы вешаем на событие выбора функцию. То есть когда мы нажимаем на слой, помимо того, что он выбирается, еще и происходит следующая функция. Функция на вход принимает event, то есть событие. Давайте его отобразим в консоли и посмотрим, что там есть. Сохранили. И теперь при нажатии мы видим объект, который пришел в качестве ивента. И здесь есть пункт selected. Ну, как мы видим, в нем находятся вот здесь все таблицы атрибутов, откуда мы, собственно, и будем брать значения для содержимого окна справки. И если длина этого массива больше нуля, соответственно, то есть если мы попали в какой-то объект, потому что вот сейчас при нажатии мимо объекта мы видим, что его длина равна нулю. Так вот, если мы попали в какой-то объект, то есть длина выбранных объектов больше нуля, в таком случае мы находим координаты, куда мы ткнули на карте, через e-map-browser-event-coordinate. То есть вот e-map-browser-event и coordinate – это массив координат на данной карте. Здесь указано преобразование координат в географические, но данная строчка нам не нужна, это просто для справки вам. И затем мы заполняем переменную content. Еще раз напомню, это наш popup-content, то есть содержимое нашего всплывающего окна. И, соответственно, мы заполняем внутренность данного элемента, то есть inRHTML, заполняем его следующим образом. Жирным шрифтом будет написано слово name с двоеточием. Затем из таблицы атрибутов мы выбираем элемент name English, то есть название Australia. Еще раз. Вот здесь мы можем посмотреть все атрибуты данного объекта, в которые мы попали. Ну и затем на следующей строке мы увидим население и значение из колонки населения. Затем мы располагаем данный overlay, который мы до этого создали. То есть overlay это наш контейнер, и вот этот вот контейнер, то есть overlay, мы располагаем в координатах, в которые мы, собственно, кликнули. Ну и изначальное свойство стиля дисплей у контейнера было none. В CSS это у нас было записано. Вот оно. И оно изменяется на блок. Соответственно, если мы не попали ни в какой объект, то контейнер styleDisplay равен none. То есть, собственно, всплывающее окно исчезает. Ну и вот эта запись означает, что при клике на крестик, который находится внутри всплывающего окна, то есть это вот это, мы его скрываем. То есть, опять-таки, свойство дисплей становится none. Ну и чтобы все это заработало, мы добавляем map add interaction select click. То есть, еще раз, OL interaction select это взаимодействие с выборкой в векторных данных. А событие select срабатывает, когда объект, соответственно, выбирается или наоборот выборка с него снимается. То есть, когда мы производим выборку select в векторного объекта, то срабатывает данная функция. Если бы мы вот это вот не писали, то у нас бы всплывающее окно не возникало, что логично. Однако, слой бы выделялся. То есть, мы видим, что при закомментированном событии select, то есть мы ничего не вешаем на выбор. При вот такой конструкции, var select click равняется объекту OL interaction select пустому, то есть никакой конструктор здесь не заполнил, и map add interaction select click, то есть как раз вот это, мы получаем возможность выбирать объекта. Вот мы на него кликаем, он выбирается, мы кликаем мимо, выборка снимается. Ну а чтобы появлялось всплывающее окно, нам необходимо повесить на событие выбора какую-то функцию. Ну, собственно, вот мы ее и вешаем. На этом все. То есть, мы кратко познакомились с библиотекой OpenLayers. Мы разобрали такое первое знакомство с геосервером, как работать с map сервисами, как работать с feature сервисами через Apache. И также мы посмотрели, как можно запускать питоновские скрипты в вебе.